здравствуйте меня зовут дмитрий георги добыкин и мы с вами на портале exeget.ru и сейчас мы с вами поговорим о одном мессианском отрывке который находится шестьдесят седьмом псалме давайте его прочитаемся на дальнем переводе и потом разберем это 19 стих ты вошел на высоту пленил плен принял дары для человеков так и чтобы и спротивящиеся могли обитать у господа бога если прочитать этот отрывок только в контексте этого псалма ну не совсем понятно почему он мессианский скорее всего здесь речь идет о том как ковчег завета переносили а точнее поднимали на гору сион и здесь соответственно плен это враги которых победили евреи дары это жертвоприношение ну и в дальней и противящиеся это те кто воевали с господом но а теперь они подчинены богу значит и что же здесь мессианского однако именно этот отрывок с дополнениями с интерпретацией использует апостол павел в послании к ефесинам и прилагает его ко христу давайте посмотрим что апостол павел пишет ефесинах и как он объясняет части этого отрывка и так это у нас 4 глава с 8 по 10 стих посему и сказано вошел на высоту пленил плен и дал дары человеком а вошел что означает как не то что он не сходил прежде в преисподне места земли не сшедший он же есть и вошедший превыше всех небес дабы наполнить все давайте разбираться но вот прежде всего давайте обратим внимание что апостол берет текст его пересказывать то есть он не цитирует его прямо буквально и более того он дополняет этот текст каким-то там какими дополнительными словами чтобы сделать его более понятным мы привыкли что когда что-то цитируется то это должны открыться кавычки идти текст за том кавычки закрылись точное указание цитаты и будет ошибка если цитату изменят однако в древности было не так с точки зрения цитирующего главное было показать так цитату чтобы она была узнаваемой и не просто ее процитировать или пересказать ее нужно было объяснить чем здесь и занимается апостол по он и цитирует и объясняет эту цитату он добавляет фразу к словам вошел на небеса что прежде он то есть христос с нисходил в преисподние земли вошел вошел это конечно же указание на вознесение а что за преисподние земли в нашем богословии так точнее в нашей экзегетики в нашем богослужении есть воспоминание того что христос снисходил в ад если вы заходите в храм подходите к центральной иконе и это суббота вечер или воскресенье утро то вы видите икону икону воскресенья христова часто это икона который изображает выход христа из гробницы но если сказать о тех иконах которые являются каноническими традиционными то это икона изображается сошествия христоват наше богословие говорит о том что все люди которые жили до смерти воскресения христа после своей кончины отправлялись в то место которое по-еврейски называется шеол а по-гречески ад это место не всегда было место мучения это могло быть место просто упокоения но в любом случае это место где не очень хорошо там нет бога и вот туда отправлялись все и праведники и грешники грешники страдали если вспомним причем о богаче и лазаре праведники не страдали они недаром сказал не страдали то есть они не испытывали блаженство не испытывали там большого счастья но они не страдали и так было со всеми из праведниками и грешниками чтобы как-то благословить человека бог давал этому человеку долгие годы жизни чтобы он подольше не попадал шоу когда христос умирает он как и каждый человек сходит шоу потому что христос это не только бог на этой человек и вот его человеческая душа сходит шоу когда христос оказывается в шеоле то он разрушает этот шоу почему потому что он не только человек но он еще и бог а бог больше шоу и вот шоу разрушается на иконе христос стоит на поверженных вратах ада и он протягивает руки и берет первых людей адама и его жену еву чтобы вывести их из ада вокруг христа находятся праведники ветхого завета как из израиля так и вне израиля которые ожидали пришествие мессии и вот христос их выводит вводит на небеса и вот апостол павел а еще также апостол петр в своем послании говорят о вот этом схождении христа в ад и вот христос сходит в преисподней земли и оттуда он поднимается на небеса чтобы взойти на небеса он должен сойти в ад дальше вот это слова пленил плен смерть это была та сила которая пленила каждого человека каждый человек рано или поздно умирал и попадал в плен смерти смерть торжествовала смерть побеждала но вот христос ходит в ад он пленит смерть и теперь для христиан смерть не страшно почему потому что если мы умрем если мы были верными христу то и после смерти мы окажемся не в шиоле не в аду а мы окажемся на небесах вместе с ним и дальше говорится о том что он принял дары для человека что эти что это за дары это дары святого духа который нам всем раздаются каждый из нас каждый православный христианин знает что после крещения он помазывается специальным освященным маслом который называется мира и это мира означает помазан этим миром означает что мы получаем дары святого духа и вот чтобы эти дары пришли к нам необходимо чтобы христос умер и воскрес и вознесся и теперь он не спасывает нам свои дары здесь апостол павел не цитирует дальше псалом но если мы вернемся к этому псалму а понятно было что когда читатели послания увидели эти стихи то они конечно же сразу вспомнили откуда они и как они звучат и вот там есть такое упоминание чтобы и противящиеся жили у господа кто такие противящиеся это те люди которые воевали с господом в межзаветный период то есть во времена близки к рождению иисуса христа противящимися называли язычников и вот язычники они противились богу потому что они его не знали они ему не поклонялись не исполняли его волю но он наступил такой момент когда и противящиеся может могут жить господа когда-то наши предки тоже были противящимися господу но он наступил такой момент когда они обратились к истинному Богу. Но мы можем сказать, что и каждый из нас был таким противящимся Господу, но когда мы уверовали в воскресшего Христа, который умер ради нас, сошел в ад ради нас, воскрес ради нас, то мы приняли его и стали жить у Господа. Итак, мы с вами разобрали 19 стих 67-го псалма, который является мессианским, цитируется в Новом Завете. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами были на портале exget.ru. Продолжение следует...